С праздником! Это праздник, который собирает множество людей, множество молящихся, верующих, сомневающихся, приходящих и только ищущих свой путь, потому что Пресвятая Богородица во Своем Успении не оставила этого мира, как поется в молитве ей. В Рождестве Девса сохранила Иси, в Успении мира не оставила Иси. Поэтому сегодня мы с вами приходим к плащанице Пресвятой Богородицы, как некогда апостолы. Священное предание нам говорит о том, что после крестной смерти Своего Сына и Бога, Господа Иисуса Христа, Пресвятая Дева 10 лет жила в Иерусалиме. О ней заботился святой апостол Иоанн Богослов, когда, помните при кресте, мать и все сын твой, жену и сыне все мати твоя. Вот апостол Иоанн Богослов заботился о ней, когда пребывал в Иерусалиме. И апостолы в то время, когда приходили в Иерусалим, после своих апостольских путешествий, проповедей по городам, странам есть, они всегда приходили в дом к Богородице, где вместе с ней разделяли молитву и, конечно же, и спрашивали ее благословения, ее советов, ее наставлений. И так вот продолжалось несколько лет. Пресвятая Богородица была столпом и утверждением истины Церкви и самих апостолов. И говорит предание, что постоянно Пресвятая Богородица ходила к пещеру, к пещере, где был погребен ее сын, и там постоянно возносила, совершала молитву. Вот в один из таких дней Богородица пришла на молитву, и ей явился архангел Гавриил, который возвестил, что скоро она увидит своего сына и Бога. Господь заберет ее душу. И таким образом она, кто был с ним, возвестила, а силой Божией все апостолы были восхищены из тех мест, где они были. Они были за тысячи километров. Кто где был? Они были восхищены и собраны в горницу, в место, где на Адре еще не было усопшей, была Пресвятая Богородица Дева. Для того, чтобы апостолы могли попрощаться, попросить прощения Пресвятой Богородицы и испросить ее благословения. Были собраны апостолы, они были сами удивлены, что они были в одно мгновение взяты. Кто был на проповеди, кто был на море, кто путешествовал по дорогам, но все оказались рядом с Богородицей. Они были рады видеть друг друга, никто не понимал, зачем они были собраны. Апостол Иоанн Богослов открыл им тайну, что Пресвятая Богородица ныне будет соединиться душой со своим сыном. И вот, как описывает священное предание, что когда апостолы возносили молитву, радовались, Пресвятая Богородица возлюбила на Одар и комнату облистал свет, неземной свет. И явился сам Господь Иисус Христос, который принял в свои руки святую безгрешную душу Пресвятой Богородицы своей Матери. Такое было успение. Затем апостолы, взяв тело Пресвятой Богородицы, шествовали в Гефсиманский сад через Иерусалим. И здесь тоже не обошлось без чудес. И облако, благодатное облако сопровождало это шествие. Апостолы несли на своих руках тело Пресвятой Богородицы, Богородицы. И предание говорит, что был некий Афоний, который хотел оборонить гроб с телом Пресвятой Богородицы. Но невидимый ангел отсек руки этому Афонию. Конечно же, он раскаялся от Афонии, покаялся. Апостолы тут же совершили исцеление молитвам, благословения Пресвятой Богородицы. Руки у него зажили, и он пошел вместе с апостолами. А вокруг этой процессии фарисеи хотели всех разогнать эту процессию похоронную. Но облако святое опустилось, и все шествующие были невидимы для всех злопышащих и завидных фарисеев. Когда пришло место, погребли Пресвятую Богородицу, и только один апостол не был на погребении, это апостол Фома. Апостол Фома не был восхищен к одру Пресвятой Богородицы. Апостол Фома появился уже на третий день успения Пресвятой Богородицы. Когда он слезно просил, хотел попрощаться с Богородицей, увидеть ее тело, облабызать ее святое тело, пришли ко гробу, открыли гроб, и тело Пресвятой Богородицы в гробе не оказалось. Она воскресла. Ее Сын, Господь наш Иисус Христос, воскресил тело Пресвятой Богородицы Богородицы. Поэтому вот такое событие мы сегодня с вами празднуем, вспоминаем молитвенно, дорогие братья и сестры. И то, что не оказалось тело Пресвятой Богородицы. Есть еще одно предание, которое говорит о том, что Андрей Юродивый, который видел покров Божией Матери во Влахернской церкви в Константинополе, он, когда был восхищен до третьего неба, говорит Британии, что он не увидел и не нашел в раю Пресвятой Богородицы. Когда он потом спросил, а где же Пресвятая Богородица? Ее нет здесь. Она на земле. Она на земле помогает всем страждущим, недугующим, верующим, молящимся, совершающим подвиг и всем, кто обращается к ней. Поэтому сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, как те апостолы, приходим к одру Плащаницы, Пресвятой Бладыщицы, Богородицы, и спросить у нее, чтобы она благословила нас мудростью, чтобы она и спросила у своего сына, у Бога, для каждого из нас, благословения, чтобы мы с вами достойно жили, чтобы мы с вами достойно поступали, чтобы мы с вами действительно были достойными сынами Матери Божией, дочерями, ведь она наша с вами общая Матерь, Предстательница, Заступница, Покровительница перед нашим Богом, перед нашим Творцом. Поэтому сегодня, подходя к Плащанице, и спросим со смирением, с благоговением, с искренней верой, потому что Пресвятая Богородица с каждым из нас, и спросим то, что нужно каждому из нас, и будем надеяться, что Пресвятая Богородица благословит сегодня каждого из нас, подходящего к ее плащанице, к ее тукадру, с верой, с молитвой и, главное, с любовью Пресвятой нашей Бладыщицы Богородицы. С праздником, дорогие праздники и сестры вас, всем вам Божьей помощи, и Пресвятая Богородица, помогай нам. Сегодня вечером всех вас сердечно приглашаем в 17.00 на вечернее богослужение с чином погребения Святой Плащаницы нашей Богородицы. Будет совершаться красивое богослужение, молитвословие, и затем уже, взяв на руки плащаницу ее, как некогда апостолы, пойдем вокруг раба и будем совершать крестный ход на руках с телом плащаницы для Святой Бладыщицы нашей Богородицы. Всех вас приглашаем. Сегодня среда, гостный день продолжается, ну а завтра мы уже с вами сможем разговеться. Спасибо Господи, всем Божьей помощи. Благословение.